Девушки отдыхают И только для того и создано, чтобы поднимать вам настроение, когда за окошком минус А поговорим по судачам сегодня вот о чем Ой, давайте мы ее отпустим, а то так жалко Стерляць, она достаточно менее прихотлива к таким ситуациям То есть если бы это была форель, то она бы уже началась себя чувствовать не очень хорошо Стерляць и форель не подерутся Деревенька расскажет о буднях рыбоводно-индустриального комплекса в Горках Все, видите, моргает зеленая лампочка Через 5 секунд она начнет производить съемку на движении Все вижу, все знаю, все фотографирую Бобруйский лесхоз обзавелся новым оборудованием Самым сложным было в студенческие годы Это научиться жить по правилам общежития Дисциплина будущим аграриям пригодится Студенты Белорусской государственной сельхозакадемии знают, что значит быть самостоятельными Рыбоводно-индустриальный комплекс, что в Горецкой сельхозакадемии, открылся два года назад Как сегодня идет работа комплекса, интересовались наши корреспонденты Ведь рыбу любят все, и я думаю, что многие со мной в этом вопросе согласятся Крохотные рыбки молоть радужной форели В рыбоводном индустриальном комплексе они появляются на свет Подрастают, качуя из бассейна в бассейн, чтобы потом отправиться в другие хозяйства на доращивание Здесь уже рыба находится от 10 до 30 грамм навеской Скоро она станет 50-граммовой, когда мы ее уже можем реализовать в товарные хозяйства В рыбоводно-индустриальном комплексе 4 модуля Первый – это ясли Даже няни есть, студенты-практиканты На данный момент я отлавливаю бракованную рыбу, которая уже умерла И чтобы она далее не зародила весь лоток, я должен ее выловить Как бы у нас дедушка рыбовод тоже И с рыбами как-то проще, мне больше нравится Вы ходили с дедушкой на рыбалку? Да, часто ходила Ваш первый лов помните? Да, помню, я выловила такого маленького корыся и радовалась очень сильно Чтобы из таких крошек со временем выросли крепкие, упитанные рыбы, нужно позаботиться о рационе У нас на данный момент используется зарубежная корма, так как форель, она рыба, очень требовательна к качеству корма И стартовая корма для мальков именно привозят из Голландии и Дании Дорогостоящая корма? Ну, они окупаются Маточного стада при комплексе пока нет, икра приходит из-за рубежа Константин Шумский рассказывает, что из одной партии икры на свет появилась вот такая, не совсем обычная, янтарная форель Сегодня она делит бассейн со стерлядью В основном они у нас используются для научной деятельности, то есть для студентов На них можно проводить какие-нибудь исследования Например, у нас очень хорошая лаборатория есть на питомнике для проведения биохимического анализа крови То есть вот стерлядь это очень такой неплохой объект для исследования Ой, давайте мы ее отпустим, а то так жалко Стерлядь, она достаточно менее прихотлива вот к таким ситуациям То есть если бы это была форель, то она бы уже началась себя чувствовать не очень хорошо Конечно, мы поинтересовались, почему у белорусской форели мясо серо-розового цвета, а у зарубежной – кораллового Оказывается, за рубежом рыба получает специальную пищевую добавку с красителем из панциря ракообразных Накопившийся пигмент придает мясу коралловый цвет, как в живой природе Конечно, такая добавка стоит немало денег и использовать ее нерентабельно На рынке сбыта на комплексе не жалуются, реализуют молодь без проблем Это белыническое хозяйство товарное, Багушевский рыбопитомник, Быховский питомник На данный момент идет строительство уже на конечной стадии в Костюковическом районе товарного хозяйства То есть туда мы будем в скором будущем реализовывать Ну и также реализация идет в Российскую Федерацию, в основном это Карелия Кто-то захотелось свежей форели Не дешево, конечно, но иногда можно себе устроить праздник Тем более, что рыба очень вкусная Активная жизнь в аграрном секторе и зимой не замирает Это поля отдыхают до весны, а по другим направлениям хватает забот Каких знает агрогит Главный праздник хлеборубов области Дожинки-2015 пройдет в Круглянском районе В связи с этим перед районом поставлена задача превысить рубеж по намолоту зерновых в 100 тысяч тонн Хозяевам будущих дожинок придется постараться Нынче в закрома засыпано более 65 тысяч тонн хлеба А урожай на зерновых превысила 51 центнер с гектара Лучшая урожайность в хозяйстве АСБ Агротетерина 70 центнеров на круг По итогам работы агропромышленного комплекса области За 9 месяцев текущего года численность крупного рогатого скота составила 562 тысячи голов Или 98,6% к аналогичному периоду минувшего года Ситуация с наращиванием поголовья дойного стада Более оптимистичная 179 тысяч голов А это свыше 100% Капуста, лук, морковь весной продукт постребованный Мы хотим все подешевле и посвежее А чтобы все это было с осени нужно заложить стабфонд О том как идут дела узнавали наши корреспонденты Начальник участка хранения Игорь Тимощенко с гордостью показывает Кадзинские закрома В нынешнем году второго хлеба на сельхозпредприятии заготовили даже больше, чем планировалось Так что жителям деревенек и городов нашей области будет из чего драники печь Вплоть до апреля месяца Перед вами вторая секция, в которой заложено 1100 тонн картофеля Сейчас проходит режим охлаждения Значит, как можно увидеть на компьютере Картофель в данный момент имеет температуру 7 градусов Цельсия Еще неделю охлаждаем и выйдем на режим 4 градуса, при котором, в общем-то, картофель должен храниться Наше хранилище оснащено приточно-вытяжной вентиляцией Оборудование полностью автоматизировано под управлением персонального компьютера То есть все режимы, полностью вся температура, все подсушивания, либо охлаждения Все проходит в автоматическом режиме То есть картошка не испортится? Картошка не испортится И все-таки не зря картофель считается нашим вторым хлебом А нас зовут бульбашами В нынешнем году стабфонд области увеличился на 10% по сравнению с прошлогодним Потому объемы нарастили все хозяйства Картофеля 500 тонн, капусты 1450 тонн, 900 тонн лука, 50 тонн яблок, 425 тонн моркови и 290 тонн свеклы Эти овощи мы заключили договора порядка, наверное, 230 организаций, которые должны в процессе межсезонного периода у нас эти овощи забирать Стабфонд области будет реализовываться с 15 ноября по 31 мая Как только закрома закроют, цены на овощи немного поднимутся К примеру, если и сейчас тот же картофель стоит 4200, то с 15 ноября будет 4500 Параллельно стабфонда увеличится и объемы снятия овощей А чтобы продукция не залежалась на складах, в областном управлении торговли подготовились В случае, если вдруг не использованы, не получатся объемы То в этом году с организацией сельскохозяйственным разрешено В случае невостребованности у торговых организаций определенных объемов плодовочной продукции Которые заложены в стабилизационный фонд Переводить эти объемы в свободный ресурс и реализовывать как на внутренний рынок республики, так и за рубеж Сейчас торговые организации области заключили уже более 1200 договоров сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами И к маю организации планируют реализовать нам всю витаминную продукцию Как начать новую жизнь? Здоровую, трезвую, сытую, чтобы была работа и дети рядом Это непросто, если привык жить по-другому В Шкловском районе решили пробудить желание жить в горе родителях Которые должны возмещать государству стоимость содержания своих детей Самое главное, что когда эти дети вырастут, станут взрослыми Чтобы они все-таки помнили своих родителей, уважали своих родителей и ценили своих родителей Об этом, таким родителям нужно задуматься уже сейчас Когда дети маленькие и когда им нужна помощь больше всего, когда они еще дети То есть когда их надо любить, когда за них надо отвечать, первую очередь Вот это самое главное Это агрогородок Черноручье, Шкловский район Семью навещает социальный педагог Хозяйка Алина Николаевна Попкова показывает свой дом Недавно приобретенный, пусть не новый, но теперь уже чистый, теплый, уютный Где семья начинает новую жизнь А старую жизнь теперь и вспоминать особо не хочется Саша тогда забрали в приют, и он со всей любовью к родителям помнит об уроках того времени Ну, когда вырасту, когда у меня быть семья, чтобы посмотреть за ними, не пить Быть, ну, работать все время Ну, не ходить там, некоторые пьют, выляются где-нибудь Ради своего любимого сына Алина Николаевна и ее муж Виктор Васильевич Собрались силами и навели порядок в своей жизни Знаки новой жизни, дом с палисадником, персиковый котенок, которого подобрал и приютил Саша И, наконец, кусочек земли, который будут возделывать Алина Николаевна с мужем, сыном и уже взрослыми внучками Еще будем сажать, гряды будем делать Еще будем Новая жизнь, новые грядки Да Да, на новом месте еще будем новое Любовь к своим детям – это именно то, что может вытащить из пьяного безделье И еще очень помогает постоянная работа Алина Николаевна уже пенсионерка, но продолжает работать на молочно-товарном комплексе Именно хозяйство помогло ей с покупкой дома Но главное, говорит женщина, что каждодневная работа держит, не дает расслабиться И это хорошо Обязать людей работать, чтобы бросить пить и забрать своих родных детей, стремятся в школе На сегодняшний день 127 детей, на содержание которых 87 обязанных лиц нашего района обязаны возмещать расходы Это много или мало? Для нашего района это много – 127, и при живых родителей – это страшная цифра На большом собрании в Доме культуры районное начальство и депутаты показали горе-родителям целое кино Про их детей, которых некоторые не видели уже по несколько лет Поэтому для пробуждения совести смотрели стоя Где и как живут их дети на выпечении государства и приемных семей И в каких условиях живут они сами Зрелище впечатляющее Понимаете, если хоть один-два человека одумается, это будет уже у нас маленькая-маленькая, но победа Надо с этими людьми работать И не только, чтобы кто-то за них до работы гонял Пока мы их должны заставить, и они должны сами все-таки осознать Конечно, у всех есть право на счастье Я сама думала, что никогда уже все не получится у меня И как-то встала на ноги Я уверена в себе, что я больше не запью Сейчас я пожила своей дочкой И кажется, это самое дорогое Она у меня одна, и жить буду только для нее Семьи бывают разные, дружные и не очень, гармоничные и проблемные Сегодня мы расскажем вам о семье, которая, по крайней мере, самая веселая Это семья студенческая Мы отправляемся в общежитие Белорусской государственной сельхозакадемии Самое время учебы, как живется в будущем агрария Самое сложное было в студенческие годы Это научиться жить по правилам общежития Это научиться заправлять правильно нашу кровать В которой мы любим спать А также всегда соответствовать правилам внутреннего распорядка общежития Для этих ребят сложности позади Все они учатся на старших курсах И к общежитию с его правилами привыкли, как к родному дому Здесь как квартира получается, очень удобно все Продумано именно для нас Новое общежитие на 860 мест построили два года назад Гурецкая академия нуждалась в нем, ведь мест для расселения студентов не хватало А теперь каждый будущий аграрий с кровом над головой Тому, кто поскитался по съемным квартирам, есть с чем сравнить Мы жили в таких условиях, что вспоминать страшно, наверное Тут все есть для нас, нам очень удобно Кровати мягкие? Да, супер Проверьте попрыгать Может быть даже слишком мягкие? Нет, само то Здесь также оборудованы замечательные комнаты для чтения Также для дополнительной домашней подготовки Комнаты для чтения Мне всегда казалось, что проще прийти в комнату, завалиться, ну скажем так, на свою кровать Чем пользоваться комнатой для чтения Я ошибаюсь? Или она действительно популярна, комната для чтения? Нет, вы конечно правы, и намного проще это сделать в комнате Но когда живешь с двумя, с тремя людьми, это не всегда вполне осуществимо Тем более, что у всех режимы разные В комнатах для чтения атмосфера, подходящая для учебы Можно заняться научной работой и собраться с мыслями То, что некоторые так и делают, деревенька убедилась, пообщавшись вот с этим молодым человеком, отличником учебы Конечно же, здесь условия весьма удобные Предоставлены все услуги, все материальное обеспечение, тому подобные сопутствующие факторы для удобного проживания О всех своих студентах мы знаем достаточно много Видим их каждый день, чем они занимаются в свободное время Родители нам звонят Вот, особенно родители первокурсников и особенно мальчиков Впрочем, на взгляд, деревеньки мальчики тут вполне самостоятельные, живут по правилам Чтобы в блоках было чисто, всегда, чтобы не было нигде плесени, чтобы мы всегда убирали На какие жертвы вам пришлось пойти? Вы стирали носки или вы их прятали под подушку и мужественно неделю копили, а потом стирали или маме отвозили? Вот именно я всегда собираю и отвожу маме Так и живут весело и дружно И гостей встречают, правда, по распорядку с пяти до десяти Отбой по расписанию, а как иначе, нужны силы на учебу Аграрная наука – это непросто Честно говоря, не знаю, сверяются ли молодые специалисты, вышедшие из стен аграрных вузов с лунным календарем Но многие из наших зрителей делают это обязательно и так, что же готовят нам предстоящая неделя Пятого ноября – среда Ремонт и осмотр дачного инвентаря и техники Шестого ноября – любые работы с растениями Седьмого ноября – пятница Заготавливаем лекарственные растения Восьмого ноября – суббота Укрываем клематисы Делаем кормушки для птиц Девятого ноября – воскресенье Подкормка комплексными удобрениями растений, которые цветут зимой Десятого ноября – понедельник Подзимний сев моркови – цветок Одиннадцатого ноября – вторник Выгонка лука-батуна Шнит лука и репчатого лука на перо Фотоловушка для браконьеров появилась в Бобруйских лесах Она не только фотографирует нарушителей спокойствия, но и посылает ММС на телефон лесника Деревеньке стало интересно, как это работает Даже находясь в лесной чаще, вы можете попасть в кадр и не заметить этого Все, видите, моргает зеленая лампочка Через пять секунд она начнет производить съемку на движении Бобруйский район богат своими лесами Но большое количество дачных поселков и близость к городу создают дополнительные проблемы работникам лесного хозяйства Это постоянное загрязнение территории бытовым мусором И вот первыми в области бобруйчане приобрели фотоловушку На самом деле, если люди, не зная, где она размещена, не обращают внимания Потому что много видеосъемок люди проходят под нею, но все в целости, в сохранности Ноу-хау позволяет снимать не только днем, но и ночью Датчик реагирует на движение Дальность 20 метров Объем памяти 32 гигабайта И главное, она всегда на связи Устройство позволяет на четыре телефонных номера и на четыре электронных адреса отправлять ММС-сообщение На самом деле, приходят проверено Просто если она снимает несколько кадров движущегося человека То она, не знаю, каким образом, какой-то из них выбирает и только его отправляет Потому что если каждый будет, то телефон в карман можно не ложить Когда специалисты посмотрели видео, пришли к выводу, что можно отслеживать не только несанкционированные мусорные свалки Но и множество других нарушений Планируется, что фотографии и видеоматериалы будут передаваться в милицию У участковых инспекторов есть соответствующая база, которая поможет быстро вычислить нарушителя Проблема загрязнения, она не должна оставаться за одним каким-то конкретным, ну даже юридическим лицом Это наша общая проблема И пока мы все вместе за нее не возьмемся, мы ее не решим Пока фотоловушка работает в режиме тестирования Но работники лесхоза надеются, что засветившись на камеру и получив штраф Нарушители 10 раз подумают, прежде чем засорять лес Никак не договорюсь со временем, кажется, только все начиналось И вот, пожалуйста, пора заканчивать Пусть свет в окошках ваших домов будет теплым А настроение, если и грустным, то только чуть-чуть Меня зовут Татьяна Ларина Увидимся через недельку Пикки-пикки-пикки Субтитры создавал DimaTorzok